Всем привет! Мы опять в лесу. Ну как, опять Коля тогда ходил за шишками. Сейчас мы все вместе. Я, мама, Коля, мой брат решили поехать за грибами. Только грибов чего-то нету. Вот тут валёжник. Деревьев есть, грибов не видно. Да всё в листьях, потому что. Зато вот, какие наросты смешные на дереве. Их так много, прям так много. Такие необычные. Просто красиво и вкусно пахнет в лесу. А опят не видать. Где грибы? Смотрю, смотрю. Ещё зрение надо иметь хорошее. И всё, листы, листы везде. Ну-ка, я грибы не собирала лет 15-20. Поэтому что-то растёт. Чё это? Опята! Опята! Надо посмотреть. Не знаю, сейчас посмотрим. Они бывают ложные, а бывают нормальные. Ну-ка, ну-ка. О, нормальные, нормальные. Нормальные? Они даже пахнут вкусно. Ура, я нашла грибы! Ты нашла грибы? Да. Ну, мама говорит, да. Они пахнут опятами. Пахнут опятами, говорят. А ты где? Молодцы! Где ты? Такой ножи деньгая. Берёзочки. О, посмотри, Гринка, посмотри. Это опята? Да, с отрасли. А, их надо было... Вот какая-то... Грин, я первая, кто нашёл грибы. Да. О, вот эта красота! Самая первая из всех нашла. Опять? Ну, мне повезло. Так, вон там тоже какой-то грибочек, вон там торчал. Я все всегда смотрела в том, что у вас есть денег в кофе. Вот возле этого. Вот, видишь, тоже? Ага. Ну, всё, давай собирать. Всё, будем резать. Возьмём нож и будем резать. Резать этих красавцев. Как это? Так у них же корни-то надо сохранить, надо обрезать. Какая красота. Вот, ничего я нашла. Это бледная поганка, наверное. Нифига себе бледная. Она белая, как что-то очень белое. Она совсем не бледная. Не надо её трогать. Она яркая. Это может быть поганка. Надо подпросить, что у неё внизу. Что вы понимаете? Не понятно. Ну, какой красивый. А вот это вот что? Из юбочек это всё поганка. Смотри, тоже какой красивый. Руки об неё марать неохотно, что вы видите. Так ты чем-нибудь. Да, это поганка и шипочки никакой даже нет вообще. У нас тут и поганки, и опята. А они там ходят, ничего не собирают. Шиповник. Я тебя даже не вижу. Ты повыше ставь сюда, вот, бьём. Ой, какой, смотри, тут. Тут нифига себе тут нету. Это что, чага, что ли? Ещё даёт берёзовый сок. Это не берёза, а осина. Это берёза. Это же берёза? Это осина. Это осина? А вот это берёза. Вот это берёза. Блин, как вы их различаете, они одинаковые. А я листочки посмотрела. Листочки сильно... И чё? Ну, есть какие? Одинаковые, да? А, нет, может берёза, не знаю. Не понятно. Нет, вот это, кажется, вот, из которого ты, мне кажется, осина, а рядом берёза. Вот так вот. Мы поняли, что мы немножко опоздали, потому что в основном везде срезаны. Здесь было очень много опят. И всё-всё-всё срезали. Поэтому мы едем в другое место. Смотри. Это костяника. Я нашла костянику. Коля говорит, это клюква. А, ты какой-то из сердечки? Нет, какой-то из сердечки это калина. Как тебе? Вкусно. Вкусно. Оставь мне, я одну попробую. Бери. Короче, ничего мы не нашли. Лес. А как почему мы не нашли? Машку нашли. Вон метка. Какая? Пакет завязанный узлом. И что это значит? Мы тут были, да? А что ты взял? Это чисто. Люди пакеты, что ли, вяжут? Нет, да. Потом. Не заезжать сюда потом. Странно. Ну, мы любим пакеты, поэтому мы пришли сюда. Мы тут заехали в молодой лесок. Здесь очень много грибов. Но они... Ты перевернул? Вот, смотри, какой большой. Да мы здесь! Это, по-моему, все поганки. Ну, перевернули. Короче, у них нет юбочки, поэтому они все поганки. Здесь очень много белых, коричневых, тёмных, светлых. Поехали, а то есть без нас и дедов. Ага, вот тоже. Уже домой. И тоже без юбочки. Вот большой, светлый. Какая красота! Так много грибов. Так много грибов, говорю, и все несъедобные. Итак, вернулась на своё непривычное место. Привезла меня домой. За руль. Да, Коля просто смотрит в холодильник. Я вот, я вот... О, эти жёлтые флаги! Что случилось? Нифига себе, блин, всё пропустил. Вот, как всегда, не вовремя, да? Держи. Риккярда. Блин, нифига себе. У нас уже вечер, мы едем, везём грибы. Покажу потом, когда поднимемся домой. Грибов набрали немного. Галлюциногенных не нашли бы вообще. А может, они все галлюциногенные? Это вообще классно. Когда попробуем, тогда узнаем. А так-то, как узнаешь? Много вопросов и желаний, чтобы я сдала на права. Права у меня есть уже давно, просто я редко вожу. И очень много лет не водила. Но по городу я езжу. Почему Коля... Почему Коля ехал один, да, по трассе? Вопросы. Потому что Коля так спокойней. Потому что Коля едет быстрее. Потому что Коля в себе уверен. Иначе мы выехали не в шесть дней обратно, а недели три. В основном везде надо обгонять фуры. И, конечно, Коля это делает быстрее, увереннее, чем я. И ему спокойнее, когда он сам за рулём. Это нормально. Он привык к своей машине. Я знаю, у нас тоже многие тут... Вот такси, с которыми я часто езжу. Тоже с девушкой ездил на море. Он говорит, я всегда был за рулём. Ну, потому что так спокойнее, потому что так комфортнее, потому что так быстрее. Блин, это же, по-моему, понятно и так. Так что, конечно. Если там совсем какая-то непредвиденная ситуация, сильно устал, конечно, я бы села. Но мы же спали каждую ночь. То есть останавливались. Ну, обратно-то. А, обратно, да? Мы спали. До сих пор болеет. Потому что ходит без шапки и без шарфа. И смотрит формулу. Да. А я тут вот вожу его. Спасибо. Так что я отрабатываю. В то время, когда я была не за рулём. Но я ему сразу сказала, если что, если надо, то ты говори, конечно, я сяду. Но он был в хорошем настрое и в настроении. На сегодня час он смотрит формулу. Был активный и хотел ехать сам. Вот так вот. Права у меня есть. Значит, то с тобой так поздно домой сегодня пришли. Вообще капец. Я, кстати, заказала средства для бытия посуды. А у меня джинсы растёплитые. Да? А, ну так это нормально. Это же ты. Вот и я. Короче, затарились на ночь. На ночь? На ночь затарились. На это. Навсегда. Так. Не следует толкать мороженку. Да, подожди, ещё ничего не разобрал. Советский пломбир. Время много, а мне надо варить грибы. Грибы. Я никогда не варила грибы. Нет, шампиньоны варила, что-то готовила из них. Да, я помню. Вообще были вот такие же. А я не помню, что я из них готовила. Бомбически. Ты, короче, варила и в каком-то маринаде, соусе делала. Это было вообще что-то с чем-то. Да? Да, я помню. Хорошая бы мне вспомнить, что я там делала. Я не помню. Может, где-то снимала. Но это было не в прошлом году. Позапрошлом, по-моему. Да. Тархун, конечно же. Черноголовка? Да. Нравится, Коля. Взяли тут к чаю. А что ещё взяли? И всё, да? Не знаю. А, морскую капусту я взяла опять. Но только без этого. Без перца обычно нашла. Так. Короче, это средство Синергетик. Я уже столько всяких средств для посуды испробовала. И, по-моему, Синергетик самый лучший. Тем более, что я мою раковину. Вот тут всё вокруг тоже. Все эти, где на тебя посылось. И вот сколько нам дали грибов. По-моему, это очень много. Хотя они, конечно, варятся. Надо сейчас их помыть, порезать, отварить. И мама говорит заморозить часть. А часть мы завтра, наверное, с картошечкой пожарим. Да, дорогой? Да, дорогая. Почти 12 часов ночи мы за все еще занимаемся грибами. Мы уже съели мороженое и занимаемся грибами. Коля тут режет. Это у нас опята, я говорила, да, наверное? Угу. Вода закипает. Будем их варить. И я вот уже третью партию помыла. Такие красивенькие. Всё, всё, езжу уже. Не судите нас строго. А чё? Это наша первая готовка грибов. Да. Первый раз собрали вместе. А чё раньше с тобой не ездили? Да. Шишки своими руками, грибы своими руками. Это же прекрасно. На море, на своей машине, своим ходу. У нас самая счастливая машинка, потому что она видела море. Здесь у нас мало какие машинки видят море, если что. Вот эти вот маленькие, такие более круглые. А совсем маленькие круглые ты уже порезал, да? Вот, смотри, тоже какой кругленький. Какая красота такая. Ну, я совсем маленькие вообще не резал. Вот этот вот топёнок, так топёнок. Совсем маленький, молодой. Такие мы не режем. Да, мы просто немножко ножку подрежем и забросим. А так вообще на четыре части, да? Ну, да, на четыре, на две. Вода уже закипает. Пока будет вариться, наверное, по очереди покараулим. Каждый из нас ходит в душ. Мы же одна команда. Да, всё вместе делаем. Я если бы одна варила, было бы ещё дольше. Ещё шишки потом шелушить надо будет. А, ну да, кстати. Шишек-то много. И они все мокрые, влажные. Надо их сушить. Ну, что у нас дожди, дожди, дожди. Ну, не сушить, надо их шелушить, иначе они изгнают. Да. Ну, Алёшка сказала, завтра они будут шелушить их. Да, это тоже работа такая себе. Гораздо тяжелее, чем грибы резать. Угу. Нормально, да, так получилось? Ого, это вот так много получилось. Нормально, да. Ну, да. Ну, а не уварится? Будет мало? Забраться. Подсолёная вода просто варим 20 минут. Нет, давай 30 на всякий случай. Да. Да. Вдруг там какой-нибудь галлюциногильный гриб. А мы его плохо сварим, его будет не вкусно. Да, надо хорошо сварить. Мы на следующий день уже приготовили картошку с опятами. Ну, что-то мы забыли снять, Коля сразу наложил и сразу всё проглотил. Ну, это очень вкусно было, да. Опята очень вкусные. Ну, и, кстати, приготовили все, даже не стали ничего запороживать. Да. Прекрасная погода. Погода просто замечательная. Дождя. Говорит, что-то дождя сегодня не было целый час. Угу. Она говорит, ну да. И потом бах, ливень, почему бы и нет. Да. Дождь, ливень. У нас, кстати, уже две дыни. Это, кстати, разные две дыни. Мы всё пытаемся найти сладкую дыню, но нифига. Они все не сладкие. Итак, мы сидели, смотрели телевизор, никого не трогали. Есть по Муз-ТВ такая замечательная программа образовательная. Называется «Ждите ответа». Угу. И вот там был вопрос про то, что правда ли космонавты стареют? Нет, нет, нет. Правда ли, что всё живое стареет в космосе медленнее? Да. Мне стало так интересно, я решил посмотреть. Оля говорит, а что там живое-то? Ну, в смысле, ну да, понятно, там люди на орбите, но мне кажется, там они стареют абсолютно так же. И я просто услышал цвет. И, блин, и вот это вот слушают люди, дети, да, и они в это верят. Вот вы просто послушайте. Это не реклама канала, ничего. Это антиреклама. Да. Просто послушайте ответ. Считается, что Земля искривляет пространство и время. И если говорить о процессе старения, то человек, находящийся в космосе, получает возрастной выигрыш 0,007 секунды. Это связано с тем, что скорость космонавта на орбитальной станции выше скорости света. И поэтому... Скорость космонавта на орбитальной станции выше скорости света. Просто вдумайтесь в эти слова. Я не знаю, там у них учёные из ТикТока, что ли, образование получали. ТикТок первый класс, ТикТок пятый, институт ТикТок. И вот получили такие выводы. Скорость света это 300 тысяч километров в секунду. Орбитальная станция движется со скоростью 7,6 километров в секунду. А ничего, космонавтов там ещё ракетные двигатели приделывают. Ну, короче, это печально, что у нас вот такое вот образование. Срочно нужно написать руководству канала, да? Да. Интересно, чего они скажут? Ну, это реально какой-то бред. Я даже в интернете этого не нашла. Это же явно люди в интернете где-то ищут. Ну, я не знаю, но... Ну, у них там эти редакторы сидят, которые прописывают эти все ответы. По ходу дела они всё-таки это в ТикТоке ищут или где-то... Нет, но они же в интернете явно ищут ответы на всякие вопросы, но я в интернете даже такого не нашла. Может, вы что-то не так поняли? Так, всё начинаем. Может, они ошиблись просто? Выше скорости там, что-то другого. Ну, короче, вот, если вы знаете, то что-нибудь напишите по этому поводу. Да. Особенно, если вы работаете на этом канале. Увольте своих редакторов. Да. Нет. Мы добрые. Да. И умные. Подарите энциклопедию. Общеразвивающую. Да. Ну, либо, может, мы действительно что-то не так поняли. Надо разъяснить. Для людей, оставшихся на земле, он будет стареть медленнее. Это тоже странно. Ждите цвета. Да. Ждите цвета. Я даже не пони предел. Это полностью. Ладно. Мы очень любим отдыхать. Но в какой стране? Не, дай это. Такой стал. Смотри, чай приготовила. О, ты уже выпустила? А ты где был? Охренеть. На рове. Помидорки. А можно маленькую съесть? Я хотела сказать, что мы уже второй раз, как приехали, ну вот нарушил всю эстетику. Давай обратно. Поверь мне, от этого эстетики больше не станет. Станет еще хуже. Короче, я уже второй раз, пока Коля на работе, я готовлю помидорки с чесноком, сыром и майонезом. Это вроде такое простое блюдо, да? И, блин, мы так по нему соскучились. Я вообще... Ой, у меня сейчас просто голова закружится от слюноотделения. Не нюхай. Вообще шикарно. Чего это такое? Это фасолька, я вот люблю такую фасоль по-монастырски. Пиканто? Пиканто. Ну, я всякую люблю, и с грибами, и с овощами, но люблю фасоль. Мы как бы уже второй день вообще мясо не едим, да? Едим грибы, картошку. Грибы. И я фасоль лив. Да? Мы не отравились, живые, так что можно ещё собирать. Это да. Только дождь на улице. А как ты когда видео успела выпустить? Пока я... Я всё успеваю, я же женщина. Ты забыл? Ну да. Я тут грею картошечку. Коли, мне. Ой, нифига себе, захотела всё. Вот хотела показать, какие помидорки вкусные. Как же мы по ним соскучились. Хотя питались вроде как в основном столовых, да? Ну, в ресторанах иногда. Ну, блин. Ну, так соскучились по домашней еде. Ну, тоже что в столовых и в кафе. Но это не домашняя еда всё равно. Ну да. А ещё это помидорки-то свои. Они сладкие-присладкие, домашние. Всё-таки домашняя есть домашняя. То, что мы расчим. Помидоры и огурцы очень сладкие домашние. Купленные в магазине и приготовленные так, как ты любишь. Не-е-е. Да. Ну, это чуть-чуть близко, да. Но всё-таки домашние из огорода это ещё лучше. Я вообще без понятия, что тут было. Без меня меня сказали, ты штатив, работай. Я работаю. Я занимаюсь ужином. Мама отправила нам много болгарских перцев. И они же испортятся. Плюс ещё Коля положил не в тот отсек с минусом. Один вообще замёрз. И вот я решила, в общем, сделать фаршированные перцы. Но мне не хватило одного, один же замёрз. Я купила вот. И разница очевидна. Он такой сморщенный, мягкий. А свои домашние прям такие плотные, твёрдые. Но в магазине, кстати, всегда они мягкие и сморщенные. Почему? Потому что долго лежат. Ты не замечал? Нет. Я потрогаю, какой он вообще весь продавленный. Ай, мужики ничего не замечают. Короче, я буду фаршировать фаршем с виноговяжьим. И что-то вкусненькое. Туда добавлю рис и зажарку, лук, морковку. И надеюсь, это будет есть можно сразу. Ну, только зафаршировала и кушать. Нет? А ещё будет ждать, да? Можешь сырое есть, да. Нет, спасибо. Тебе можно. Перчики зафаршированы. Здесь соус. То есть это всё мы зальём соусом. Томатная паста, сметана и просто вода. Всё это зальём. Поставим на огонь и будем варить. Да? Ты рис ешь. Сырой рис. Нет, ну, варёный хорошо. Едоварится, Коля караулит, смотрит, заглядывает. Вдруг приготовится, а я не узнаю. Ты узнаешь, не беспокойся. У меня какая-то странная прическа получилась. Вся та же крабовая прическа, но здесь волосы короткие и волнистые, а здесь длинные и ровные. Как так получилось? Не знаю. Интересно, да? Вот загадка природы. Прям вербудский треугольник. Не, ну, правда. Так, Коля, когда увидел, он тоже удивился, рассмотрел сзади, как так получилось. Что за фигня? Такие волосы. Мы пока ждём ужин. Хочу показать вам, я хочу показать шишки. Потому что у многих были вопросы про шишки. А кедровые ли они? А с орешками ли они? И вообще оказывается, что мало же кто знает, что всё, да, про шишки. Я даже узнала, что многие их расщёлкивают чеснокодавилкой. Представляешь? Чеснокодавкой? Да. А у нас нет чеснокодавки, у нас тёрка чеснокотёрка. Нам проблематично будет расщёлкивать. Да, у нас китайская для чеснока такая же. Приспособа, маленькая тёрочка. Орехи вообще есть. Покажи, как щёлкать орехи. Во-первых, вот шишки. Вот так они выглядят. Но там просто они были у вас сырые, а это сухие. Это мой брат ездил чуть раньше. И вот, привет. Они все в смоле. И пахнут смолой. Зубиком передним. Хоп. Откучил. О, пустая. И из кедровых шишек получаются вот такие вот орешки. Вот такие орешки и их... Ну, кто как расщёлкивает. Ты видишь на передних. Я между передним и резцом расщёлкаю. А ты прям между передних и передних? Да. Да? И мне нравится. Орешка целая. Половинка вытаскивает. Выпущу, всё съел. Но там надо просто не сильно, это приходится опытом. Но если сильно надавишь, она просто... У тебя постоянно раньше так было. Да. Либо я ещё повдоль, как семечки иногда у меня расщёлкиваю. У тебя всегда чётко половинки. А повдоль не бывает? Ну, видишь, ты приноровился. И по поводу зубов. А чё? Чё будет зубам-то? Не знаю. Но они мягкие, эти орешки свежие. Они мягкие. Да. А если они уже там... Кто это их колет, да? Колёные если. То можно их просто в горячую воду. Вот способ с кипятком. Кто-то советует их кипятить. Мне это не нравится. Ну, зачем, да? Болезные свойства потеряются, мне кажется. Поэтому просто горячей водой заливаем, ждём. И всё. Да даже от холодной воды, если они подольше полежат, они уже размягчатся, и можно их щёлкать. Так что, не знаю. Я не думаю, что какой-то вред будет зубам. Ну, может и будет. Да никакого вообще. От попкорна. Ну, у меня там должны были уже выпасть. Потому что я шишку люблю очень давно. Ну, а наши родители? Сколько они там? Где-то вот, ладно, у нас тут совсем чуть-чуть мы набрали. Мы набирали мешками прям вот такими вот. Человеческий рост. Сколько там в этих мешках? Шишка? Нет, мешки на сколько килограмм? 50 килограмм. Вот эти огромные, высокие. И у нас они стояли, помню, за кроватью. Вот прям мешки, мешки, мешки. Огромные мешки. То есть, сколько родителей щёлкали. Мы. Ничего. Ну, нет, ничего не будет. Никаких не царапин, ничего. Это невозможно. Эмаль – самое твёрдое вещество в человеке. Не, ну, говорят, попкорн царапает. Ну, опять же, говорят, да. А от шишек? Ну, от орешков точно ничего не будет. Попкорн я ем ещё реже, чем орехокедровые шишки. Сколько мы съедаем за день? Я прочитала, можно одну столовую ложку или две столовые ложки в день. Мы, не знаю, несколько стаканов, наверное, съедаем. Я раньше литровую банку съедал сзади. Ну, да. Ну, вот у меня родители так же. Это всё. А папа рассказывал, когда они жили на Басике, ну, у них же там мёд был. И у нас был мёд. Ну, то есть, у моих родителей тоже были. В смысле, мёд. Были пчёлы, от которых был мёд. И он рассказывал, что они прям пили мёд просто из кружек. А говорят, мёду надо там чайную ложку в день. Они его просто пили за место чая. И ничего, нормально всё. Это боятся те, кто не живут в Сибири, кто мало чего знает, они переживают. А мы знаем, что ничего страшного. Нам, сибирякам, можно свои же продукты, да? Нам. И расщёлкивать, и пить. Ну, как мы привычны. Мёд. Я прям мёд говорю. Что говорят, что чайную ложку в день мёда. Ну, я вообще не любитель мёда. Так что чайной ложки много. Так люди его просто пьют. Пьют стаканами, кружками, и ничего. И всё нормально. Обожаю делать пюре. Пюре вообще лучше делать из картошки немолодой. Из старой уже. А у нас столько молодой. Ну, ты хочешь попробовать сделать прям из молодой? Да. Ну, попробуем. А сколько там осталось у нас? Двенадцать минут ещё? Ого! Вот это да, так долго. Можно ещё орешки пощёлкать. А я расщёлкиваю орехи. А, так я отзываю. Ну, Коля травверениями, а я вот здесь. Ну, у меня, кстати, вообще бояться нечего, потому что у меня этот зуб нарученный. То есть у меня штифт от этого зуба полностью нарученный. Ну, то есть у него есть корень, потом штифт, и потом вот это вот всё нарученное. А как же так у тебя получился штифт? Ну, верно, тарелку. Нет. Нет. Это очень интересная история. И, между прочим, вот, хотя такая эмаль, ну, нарощенная, она достаточно мягкая, но у меня нет никаких царапин. Всё, интересная история. Ты о чём? Ну, как ты потеряла зуб? Так я его не теряла. Там просто был кариес, и остался корень, просто корень оставили, что-то поставили потом. В смысле, а ты как думал? Я думал, на мопеде то, что с Алёшкой ехала. Нет. Ты чё? Нет, я не теряла зубы тут ухо. Никогда. Ну ладно, хорошо. Нет, это когда мы ехали на мопеде, я просто упала, ну, я ничего себе не вняла. Да, я думал, это из-за мопеда. Нет. Нет? Нет. Просто был кариес между зубами. Кто-то плохо чистил зубы. Кто-то плохо слушал жену. Почему? Так ты думаешь, что я потеряла зуб где-то на асфальте. А оно не так. Ну, это генетика, да, у меня много зубов таких не очень хороших. А у меня? У тебя тоже, да? Зубов сделала. Да. За год. И вот у меня так же. После травмы, когда антибиотики кололи, начали выпадать резко волосы и зубы разрушаться. И так и пришлось делать за год 18 зубов. В бесплатной поликлинике до сих пор держатся, уже сколько лет прошло. Тебе повезло. Уже 6 лет прошло. Ну, как повезёт. Ты просто счастливчик. Ты такой с оптимизмом приходишь, тебе делают оптимистичные зубки. Офигенные зубки. Раздавил? Да, вообще офигенная пюре получилась. Ну, ладно. Пюре из молодой картошки. Как вкусно. Готовы наши перцы. Вот что получилось. Моя порция и Колина. Нифига, да? Разница. Ну да, чуть-чуть совсем. Ты так много ешь. Я так много ем. Да вроде нет. Интересно, вот это вот бы влезло в тебя всё? Вообще. Не, ну да. Ну вот так вот я мало ем. Мне кажется, я вот это-то не съем. Съешь. Я могу пол перчика съесть. Вот, не знаю, не знаю. Что это? Диван пропылесосили. Пол. Просто мини-бар не даёт мне покоя. Слишком уж шикарный, да? Мы пока едем смотрим Мистер Икс, какое-то новое шоу по пятнице. Ну такое странное, необычное. Суть в том, что там, ну много девушек, типа холостяка, да? Много девушек, один мужик. И он простой, обычный, не богатый, а его выдают за богатого. То есть девушки думают, что он богатый. И суть в том, что они выберут, любовь или деньги. Как ты думаешь? Мне кажется, там 99% за деньгами пришли. А мне кажется, любовь. Ну не 90%, но мне кажется, что больше 50% выберут любовь. Вот видишь, да, о чём ты думаешь и о чём я. Мне кажется, что всё-таки я пытаюсь разглядеть в них любовь. Что-то хорошее. А ты нет, да? А мы потом выясним правду. Это, конечно, очень странно. То, что происходит с моими волосами. Ну такая вот асимметричная прическа сегодня получилась. Так, поел, отдыхаю, всё. Да никто тебе ничего не говорит, ты же вообще золотой муж. Кстати, я обратила внимание, что да, в основном пишут комментарии хвалебные тебе. Я думаю, это связано с тем... Вон с канала! Я думаю, это связано с тем, что всё-таки, ну как считается, да, ходит такой стереотип. А может это и правда, что якобы мало хороших мужиков, каких-то там работящих, рукастых. Почему так? А женщины, девушки, якобы их много, они все ищут нормального, не могут найти. Действительно так. Тоже мне нашли нормально, а узнали бы они меня. Нет, ну ты не простой. Я не простой. Ну вообще тяжело. Ну, иногда терпишь, иногда счастлива. Иногда я терплю, иногда я счастлив. Это же всё... Но всё же плюсы есть, и ты там стараешься. Ты ленишься, но я тебя двигаю, заставляю, мотивирую, и ты делаешь. Сейчас ты меня никуда не сдвинешь, я лежу под одеялом. А сейчас мне и не охота тебя никуда двигать. Я уже на море съездила, всё хорошо. Ну всё, фа, ну всё, отпуск. Отпуск до следующего года. К операции тебя никто не заставляет. Для этого я взял форчащего Билли. Потому что раньше... Может, ты мне поможешь попылесосить? Пойдём за роботом. А потому что у меня в семье всегда мужчины пылесосили, а мама полуемула. А мама полуемула. Ну... Нет, да, конечно. Так, до сих пор болеет, потому что ходит без шапки и без шарфа. Между прочим, сегодня на работу ушёл в шапки и в шарфе, и обратно пришёл без. Видите, какой хороший, а? Золотой муж. Ну ещё я золотой. Мы же не показывали, как мы провели годовщину. Я провела годовщину вот так. Просто лёжа, с температурой. Это было ужасно. Короче, я лежала... Мы же приехали на 27-е. С 27-го на 28-е в ночь мы приехали. 29-го августа у нас была годовщина. Мы её никак не отмечали. Потом, чуть позже, Коля подарил мне подарок. Я тоже забыла показать. Правила дорожного движения. Нет, шутка. Это наушники. AirPods. Ой, не могу одну руку открыть. Третьего поколения. У меня были второго. Кстати, мы их так и не продали. Не так-то просто продать оригинальные AirPods, потому что... Ну, они стоят, да. Для нашего города, да. Так что, если вам нужны оригинальные AirPods со вторым, в идеальном состоянии, в чехле, то есть кейс не поцарапанный, всё нормально, наушники в идеале, пишите комментарии. Ну, ты просто продавец такой. Продаем, в принципе, за полцены от того, что сейчас в ДНСе стоят дальше ещё чуть дешевле. Коля, кстати, умеет продавать. Да, я очень много что продаю старого у нас. Вот я ей там телефон, когда меняем, я тоже выставляю. Реклама. Да, прописываю объявления. Мне, как бы, нравится мне вот такое вот. Но что-то AirPods, пару человек написали, типа, подорого, да. Ну, потому что, понятное дело, то, что китайские, они новые пойдут за 3 тысячи купят. Это китайские. А это оригинальные. Вообще, наушники, конечно, нужны не всем, но я в них каждый день, потому что я монтирую. А я на работе в них каждый день ютубчик там смотрю. Да, ну, у тебя отличная работа. Я знаю. Люди-то думают, что ты золото, ещё и работаешь на работе, а он на работе играет в танки. Я работаю и просто ещё умудряюсь это делать. А, ты просто многофункциональный человек. Да, у меня 3 дома на голосование уже почти доделал, завтра до обеда доделал. Доделаешь и будешь дальше играть и смотреть ютубчик. Да, да. Всё верно. Плюс к ноутбуку коннектятся офигенно, кстати. Вообще классно с ноутбуком, с любым, при том, что с MSI, ну, короче, где есть Bluetooth. Все поняли, да? Рекламщик ты мой. Маркетолог. Короче, AirPods, ну, я постоянно в наушниках. Конечно, обычный человек, он редко, да, в наушниках. Там музыку только послушаю. Но так как я поработаю, монтирую. И те, кто тоже работает за компьютером, им будет само то. И когда я по дорожке хожу, я всегда в наушниках слушаю. Ну, музыку редко слушаю в основном. Что-нибудь умное. Вот я же мудрая. Так ты слушаешь мудрости или умности? Последний раз я слушала, от чего происходит раздражение. Почему человек раздражается? Вот что-то такое. Да потому что бесит все. Сегодня Иринка ехала за рулем. Мы выехали на перекресток, на зеленый цвет. Пропускали встречных машин, встречный поток. То есть, загорелся красный. Мы пропускали машину. Тем, загорелся зеленый слева, выезжает тетка, начинает сигналь. Не дает завершить даже маневр. Ну, я, конечно, это показал ей неприличный жезлик. Это женщина. Но женщины должны правила еще лучше мужиков знать. Я вот ты на права сдала с первого раза, а я со второго. Первый раз пять ошибок сделал. Зато водишь, как хорошо, да? Но. А они даже не знают, что такое дать завершить маневр. У нас не такой большой город, чтобы там куда-то спешить. В пробках у нас нет. А то у нас пробок, вот если хотите ездить без пробок, добро пожаловать в Элкан. Сейчас еще город продам. Город продашь. Ты можешь. Просто женщины нетерпеливые. Да, вообще. Так, следующее видео будет, как научить мужа быть добрым. В общем, наушники, которые мне нужны. Вот, новенькие. И вот такая подставка беспроводная. Я даже как-то и не думала, но Коля решил купить. Тут можно включить подсветку, выключить подсветку. У тебя просто куча блоков питания. Куча зарядок. И ты все заряжаешь. И не хватает трех розеток. Да. Почему, говорю, так мало сделал розеток? А сейчас нужна одна розетка для трех устройств. Там можно одновременно заряжать телефон, часы и наушники. Слушай, по-моему, ты уже продаешь мою подставку. Нет. Она недорогая, кстати. Это там не... Что за фирма? Одесская фирма. Каньон. Сюда наушники ставятся? Да. Сейчас покажу. Оп, и заряжаются. А сюда часы? Не так надо. Вот так-то. И телефон заряжается. Да. Мне кажется, это удобно. Я знаю, насколько ты любишь минимализм. Вот эти не любишь провода. Вот один провод подключили, все. Я еще что хотела спросить. По поводу сушильных машин. Кто смотрит нас давно, знают, что я давно мечтаю о сушильной машине. Ну, пока что мы только думаем, присматриваемся. Вот если у вас есть сушильная машина, то напишите, какой фирмой вы пользуетесь. И как она вам? Нужна ли она? Нет, да это по-любому, мне кажется, нужна. Потому что сейчас все хвалят их. Но я не знаю, какие взять. У нас в Данессе не продается Samsung, не продается LG, продается Dexp. Много Dexp. Так, ну ладно, раз ты про свое спросила. Короче, ребята, у кого есть там RTX 3090? Опишите, пожалуйста, как они играть. Ну, может, я хочу... Ну, ты хочешь сушильную машину, а я хочу RTX 3090, ноутбук на RTX 3090. Короче, сушилка нужна, и не знаю, какую брать... А вот RTX 3090, ты думаешь, не нужен? Коля не очень хочет покупать мне сушилку. Не знаю, для меня все новое, это всегда что-то тяжеловато идет. В смысле тяжеловато идет? Ну, я же пенсионер. Тем более, я думаю... В смысле, а чем тебе сушилка не нравится? Ну, я думаю, ну, если можно посушить на железной сушилке... А, так надо всего лишь тебя заставить один день посушить на железной сушилке и развешать вещи? Нет, я буду лежать. Просто Коля этого не делает, терпеть не может, и ну ладно, с этой секунды ты будешь развешивать вещи. И собирать. Развесишь, соберешь. Ну, мы подумаем, сейчас посмотрим комментарии. Разложишь, сложишь, у меня там как раз стирка есть. Сейчас я две стирки еще заброшу. Будешь высушивать, все развешивать. Вот, отлично. Давай гладить потом. Давай без этого. Для чего? Без этого. На езду. Мы же любим друг друга. Вот, как раз у меня тут стоит сушилка. Сушится твое белье, дорогой. Спасибо. Твои футболочки. Да, все для тебя. Мне больше всего во всем этом не нравится пыль. Очень много пыли от белья. От всего, что постираешь, потом много пыли. И получается, что нам некуда ставить сушилку. И мы думаем поставить ее просто пока что вот в эту комнату, наверное, вот сюда, в угол. Не знаю. А я смотрю гирлянды на Новый год уже. Все, лишь бы сушилку не покупать. Нет, надо определиться, выбрать хорошую. А что тебя так пугает? Да нет, ничего не пугает. Я просто стебусь над тобой. Ничего меня пугать сушилка. Не знаю, что ты так боишься. Подкопить надо просто и купим, я думаю. Вот мы думаем. Правда, у них ушли такие фирмы, да, вот нету. LG, Samsung. Но они дорогие были жутко. Они около сотни стоили. Нет. Нет? Ну, когда я смотрела года полтора-два назад, на тридцать. Да, мы не успели. Ну, тогда все было дешевле. Я особо не узнавала, не смотрела. Посмотрела один обзор. Там смотрели именно по внутреннему, как она устроена. Вот поэтому выбирали по... Ну, чтобы не требовало сильно часто ремонта. И почему-то выбрали Dexp. Люди купили и год уже пользуются, и все нормально. Но Dexp меня всегда пугало. Нас настораживает, да, Dexp, но у нас продается только Dexp в ДНС. Ну, там электролюкс, может, за 80 какой-то еще есть. В основном Dexp. Вот. Особенно, если у кого-то из вас есть Dexp, напишите, как она вам. Может, в принципе, и нормально. Это же ДНС-фирма. Ну, это российский, но... Ну, это прямо ДНС принадлежит. Да? Ну, может быть. А что, если что, подадим в суд на ДНС. Зачем тебе в суд подавать? Ты что такой злой? Я добрый. Как сделать мужа доброго? Следующая лекция будет про это. Я знаю, что точно есть у Dexp что-то не очень качественное, да? Но, возможно, есть и вещи качественные. Ну, не вещи, какая-то бытовая техника. Может быть, именно сушилки качественные. Кто знает. Надо попробовать. Ну, надо изучить этот вопрос. Поэтому вот такой у меня вопрос к вам. Нам, кстати, дали отопление. Вот буквально мы поставили вот эти вот вентилетки. Ну, зачем ты их крутишь? Отопление же есть. Ну, да. А, кстати, вот этого не было, да? Я же посмотрела на видео. Когда мы только их пригласили, этого не было. Они передвинули ее. Они ее сдвинули, да. Чуть-чуть. Блин, ё-моё, вот зачем? Зачем они так сделали? Так что, наверное, немножко будет подкрасить. Так некрасиво. Теперь у нас есть отопление. Теперь у нас жарко. Но мы пока не перекрываем. Пусть квартира нагреется. Потому что было очень холодно. Кондиционер работал на износно подогрев. Если бы не он, мы бы вообще замерзли. Ну, ты какой аккуратненький. Смотри-ка, что делает. Вот это да. Ты только узнала? Да. Ни разу не видела. По-моему, что ты за мной не смотришь? У меня скоро будет день рождения. Кстати, кто-то спрашивал, да, когда у Коли день рождения. Я написала, когда и моё тоже. Спрашивали только, когда моё. Я пишу, у Коли 28 ноября, а у меня 16 сентября. Ну, потому что это часто задаваемые вопросы. Ещё к тому по гороскопу. Я дева по гороскопу, а Коля стрелец. А по другому гороскопу, ну, кот, да. По другому гороскопу Коля, кот, кто там ещё? Кот-кролик. А ты коза. Коза-овца. Овца. Да. Овца. Да, я упрямая. Это правда. Есть такое. На слову упрямая. А овцы, они и есть овцы. Ты какой-то сегодня негативный. Да. Почему? Я устал по работе, меня замучили. Ютуб замучил? Да, конечно. 16 сентября у меня день рождения. И я, наверное, как раз поставлю это видео, чтобы оно вышло 16 сентября. Ну, на отложенный старт. В общем, не забудьте написать про сушильную машину, если что-то знаете. Ну, я думаю, по-любому кто-нибудь что-нибудь знает. А мы будем на сегодня с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Лайки и комментарии. И всем пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok